Многое будет зависеть от действий России. России нужно заботиться о своих интересах. И усилия не могут быть перенесены на такие дистанции. Действительно ли России нужно столкновение с НАТО в Сербии? Ведь это потребует значительного отвлечения военной силы именно в тот момент, когда конфликт на Украине подходит к развязке. Когда перелом ситуации осуществлен и нужно завоевать победу. Так что конфликт в Сербии, возможно, уловка, чтобы украсть победу из рук победителей в каком-то смысле. Так что России требуется уделять все внимание на достижение своих целей на Украине. И она, возможно, не сможет поддержать Сербию в военном отношении. А это создает ситуацию, где все строится на блефе. Скорее даже на возможном блефе. И проблема в том, что если вас попытались поймать на блефе, у вас не остается выбора. Итак, кто первым откроет карты и кто первым спасует? НАТО, Россия, Сербия? Я просто не знаю. Что я могу сказать? Никто не в таком положении, чтобы начинать войну в Сербии на сегодня. НАТО не может, Россия не может, а Сербии не следует. Да и Косово не может. Ведь на данный момент в Косово нет народа, который встал бы на защиту Косово. Почему Блинкен решил вдохнуть жизнь в эту свару? В свой визит? Как мне кажется, чтобы эта проблема создала осложнение для России, для международных позиций России. Что еще раз доказывает, что США нисколько не заботят мир и стабильность. Не заботит судьба сербского народа и жителей Косово. Все ради получения политической выгоды. Продолжение следует...